Картинку вы видели сами, я думаю, сами поймёте, какая оптика для вас подходит. Вы можете подключить диск сразу к монтажной станции и начать монтаж, никуда не копируя материал. Кроме этого, гигабайт получается дешевле. При замене объектива не нужно перестраивать баланс съёмочной системы. Всем привет, это Михаил Кобзаль, ProLandTV. Сегодня мы опять сравниваем разную оптику. На столе у меня XSIN 50mm T1.5 и ZEISS MILUS, тоже 50mm 1.4F. Очень интересные модели, обе они относятся к классу кино, правда ZEISS немного ближе к фото. XSIN это абсолютно киношная оптика. И ещё камера Pocket 6K, при помощи которой я буду записывать видео с этих двух объективов, также с испытательной таблицы, и посмотрим, что же у нас получится. Кто победит, здесь речи нет, просто у кого какая картинка и какой объектив лучше подходит для своих задач. Приобрести кинооптику XSIN для любого популярного байонета вы можете в магазине Kremlin Store. Можно купить даже целый набор со всеми фокусными расстояниями. Адрес и телефон Kremlin Store на экране. И начнём с объектива XSIN. У него огромное количество потрясающих возможностей, как у более дорогой оптики. Большая резьба на кольце фокуса и диафрагмы со стандартом шестерни 0.8. Диаметр корпуса 114 мм, для него подходят популярные компендиумы. В линейке ещё 6 объективов с разными фокусными расстояниями для полноценной работы в кино. ZEISS MILVUS это фотооптика, специально созданная для видеографов, с отличной светосилой и прекрасной картинкой. У объектива компактный корпус, ручной фокус и моторизованная диафрагма. Для работы с фоллоу-фокусом существуют различные адаптеры. У ZEISS 9 лепестковая диафрагма, управляемая от камеры. У XSIN 11 лепестков с ручной регулировкой. Диафрагма ZEISS от 1,4 до 16, XSIN от 1,5 до 22. Корпуса обоих объективов выполнены из алюминия. У обоих объективов Bayonet EF, но у XSIN вы можете поменять его самостоятельно. Объектив ZEISS сделан в Германии, а XSIN в Корее. Цена объективов немного отличается. ZEISS 120 000 рублей, XSIN 177 000. Тестировать оптику я буду при помощи камеры Pocket 6K от компании Blackmagic. У нее огромное разрешение 6K, матрица Super 35. Записывать материал я буду на носитель Angel Bird объемом 512 гигабайт через USB-C. Плюс такого решения в том, что вы можете подключить диск сразу к монтажной станции и начать монтаж, никуда не копируя материал. Кроме этого, гигабайт получается дешевле. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, картинку вы видели сами. Я думаю, сами поймете, какая оптика для вас подходит. Либо это XSIN, кинолинза, либо это ZEISS фотооптика, но сделанная для видеографов. И давайте посмотрим, какие же плюсы вы получите, если все-таки остановите выбор на XSIN. Отсутствие дыхание при фокусировке. Кинолинза гораздо прочнее, чем обычная фотооптика, они тяжелее, зато меньше подвижены вибрации и хорошо балансируют киносистему. Ручной фокус гораздо точнее и надежнее, чем автоматический. Вы можете использовать ручные или радиосистемы фокусировки. Диафрагма также управляется вручную и ее величина меняется плавно, а не ступенчато. Кинооптика одной линейки, одинакового веса и габарита. При замене объектива не нужно перестраивать баланс съемочной системы. Кинолинзы прекрасно передают цвета и специально сделаны для этого. Приобрести кинооптику XSIN для вашей прекрасной картинки, причем с любыми байонетами и с любым фокусным расстоянием, которое вам потребуется, вы можете в компании Kremlin Store. Адрес и телефон на сайте. И не забывайте заходить на сайт ProLand.ru. Там всегда актуальные цены и огромное количество разного оборудования. Не забывайте наши социальные сети. Facebook, Instagram компании ProLand. И заходите на канал ProLand TV. Подписывайтесь, ставьте лайки и смотрите полезные ролики. С вами был Михаил Кобзарь. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok